так вот такое здесь интересное место такая маленькая бухточка для лодок очень красиво подъезжаю к маяку запахи обалденные где точно с дровами тут топили видимо и вообще природа пахнет здесь классно вау классно прикольно мне нравится честно я вот на видосах у других блогеров там видел это место но она как-то по-другому что ли смотрится а вживую она намного интересней тут вроде какие-то еще с фортификационные сооружения древних викингов блин да надо бы сейчас где-то паркануться ну и сходить прогуляться пешочком вот тут даже парковочка есть для мотоциклов классно упс место очень туристическое в принципе но туристов нет практически классно мне это нравится надо подножки поменять эти резиновые всем привет друзья точнее доброе утро я сейчас нахожусь на самой южной точке норвегии это так называемый south cup есть north cup и south cup так вот я сейчас хочу туда прогуляться там вот не знаю сейчас в объективного не видно маяк или видно очень сейчас пойдем туда и погуляем посмотрим очень классно то что сейчас нет туристов сегодня 14 сентября то есть туристический сезон уже как бы закончился ну подходит концу поэтому на дорогах машин мало в кемпингах людей мало ну в основном все немцы вот так вот думаешь зачем учишь английский когда в любой кемпинг приезжают одни немцы можно с ними вполне вал вольготно на немецком разговаривать так что вот такие дела сейчас 9 утра сегодня у меня план доехать до лисифьорд это отсюда где-то 200 километров ну ехать я буду часа 45 не спеша по красивейшим дорогам буду снимать видосы останавливаться пить чай или кофе ну по настроению так что сейчас до 10 часов я где-то нахожусь здесь и потихоньку еду туда потому что есть надежда успеть на паром в три часа то есть хочу проехаться на пароме через весь фьорд есть такая возможность если конечно будут листов ну учитывая что туристов сейчас мало может быть они будут ладно все погнали так вот ребята я много раз видел это место блогеров но и вы не знаю то ли показывали его как-то по особенному но то как она выглядит в реале это намного круче чем на роликах поэтому когда вы едете в норвегию с юга то обязательно рекомендую сюда заехать она того стоит я вот сейчас приехал в 9 часов утра то есть внизу там все закрыто соответственно я прошел бесплатно но по-хорошему по идее там надо за вход платить сколько я не знаю сказать не могу но рекомендую также приехать немножко пораньше пока никого нету и посмотреть здесь все вот я сейчас здесь совершенно один здесь никого нет абсолютно и это кайф хотя это по-любому туристическое место где в нормальное время будет очень много людей так что как то так обязательно заезжайте так сейчас спускаюсь вниз и еду дальше жарко стало пока сюда поднялся сюда выкипе лучше не подниматься надо внизу по идее переодеться и потом уже сюда двигать ну что друзья двигаемся дальше на север не в этот раз я все делаю немножко по-другому не как в прошлый раз прошлый раз я катался реально без плана просто ехал 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 а в этот раз я это все буду делать по другому ну постараюсь сделать более качественно обалденный вид красота я когда вчера въехал в норвегию именно в крестьян за ну там населенно населенная местность более-менее мне напомнила вылезанность этой страны когда германия лет 20 назад вот такие же ощущения были когда я приехал в германию первый раз и вот увидел это все вылезанность газоны также и здесь были те же ощущения просто я уже довольно таки давно живу в берлине а в берлине ну не особо газоны не стригут так как допустим в каком-нибудь гамбурге или еще там другие западные города берлине там приоритеты видимо другие поэтому как бы сейчас на контрасте так это все классно смотрится дороги обалденные сейчас поставил в навигаторе чтобы он автобаны избегал но все равно там не избежать какие-то моменты придется проехать по е е это у них типа автобан и 39 а потом он меня поведет как надо именно по той дороге по которой я хотел рекомендую эту дорогу обалденная дорога называется ясун твейн я потом напишу как она правильно пишется можете потом на google и где она находится и соответственно по ней прокатиться вот если вы едете с кристиан занта то как бы на нее обязательно надо свернуть и ехать в сторону маяка то есть обалденная дорога но вы поняли короче ладно по теперь поедем дальше вот я как раз сейчас съезжаю с нее на другую а вам надо получается туда если вы туда эти а тут встал немножко неудачного на пофигу поехали дальше так надо покушать заехать честно заправку как растут рядышком вот так заправляться мне не надо я недавно заправился поэтому блин этот навигатор достал все время под руку говорит ах он туда час а его можно выключить оказывается а сейчас еду по дороге под номером 464 только вот выехал на нее ну пока прикольно красиво я решил избегать такие дороги типа как е е это как правило оживленные трассы ну по их нему автобан они иногда проходят через ну быстрые участки довольно таки скоростные там сто десять километров в час можно ехать иногда впадают как бы в населенные пункты и там едешь медленно но в целом это считается автобан вот мне сейчас надо выезжать на е 39 это вот про то что я сейчас и говорю какой-то кусочек придется ехать по ней и как мы можем видеть сразу видим машины ну опять же это не значит что эти дороги проходят по плохим ландшафтам это не 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 обязательно так друзья сейчас еду по дороге 461 съехал я с е 30 день 39 и как видите машин нету ландшафт и прелесть в общем я теперь буду стараться ехать по таким дорогам только ну когда других возможностей не будет буду ехать по ешкам ну он только стоило сказать что я здесь один и как навстречу и машины до этого я долго один ехал закон подлости такую картинку испортил ну ладно ну все равно класс тут речка какая-то одинокий мужик в общем друзья решил я тут сделать небольшой привальчик размять немножко булки а тут прикипели к сиденью сзади меня такой небольшой красивый водопадик но ракурс здесь не очень удачный ну остановиться было невозможно вот там где я хотел чтобы показать вам именно красоту я сейчас еду вдоль речки то есть мой маршрут сейчас пролегает вдоль этой речки я думаю таких мест еще будет здесь навалом ребята если едете в норвегию не едьте по е то есть эти блин по маленьким дорогам допустим я сейчас еду 465 по моему если не ошибаюсь в общем трехзначные числа это прям зашибись туристов сейчас нету движения нету такое ощущение что я здесь один еду это кайф так что так если напомню если не подписан на канал еще надо обязательно подписаться также будет интересней это я еще только начал ехать это я еще может как на самом юге перейди немножко меня смущает тучки надеюсь не дождевые а ось пронесет сегодня ладно будем надеяться по дороге номер 42 тоже классная дорога не хуже трехзначный 465 он тоже аналогичного аналогичная дорога пустая извилистая то вверх то вниз как только говорю что нет машины пустые обязательно появляется две-три машины но это исключение это случайность ребят реально здесь пусто